Последнее слово Светланы Романчук. Уже полтора года идут проверки, расследования и заседания по делу экс-директора Департамента здравоохранения региона. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий по части 2 статьи 286 УК РФ. По версии обвинения Романчук лоббировала интересы компании Медтехника и понуждала руководителей учреждений здравоохранения заключать договоры с этим государственным предприятием. За превышение полномочий прокуратура просит назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, с обязанностью не покидать место жительства. В выступлении защитника прозвучали две позиции его по данному уголовному делу. Сначала анализируя предъявленное обвинение, защитник пояснил, что учитывая те недостатки, которые допустили органы предварительного следствия, необходимо дело вернуть прокурору в порядке 237 УПК. В конце пояснил, что вина Романчук не доказана, дело необходимо прекратить ее оправдать. Такая же позиция и у подсудимой Романчук. Я полагаю, что в данной ситуации двоякость позиций защитника является недопустимой, поскольку возникает вопрос о нарушении права на защиту. Основные доводы обвинения базируются на протоколах аппаратных совещаний, также на показаниях главврачей. На это в последнем слове сослалась обвиняемая Романчук. Если исключить явно заинтересованных в моем уговоре представителей коммерческих фирм, получается, что все обвинение строится на показаниях 9 руководителей бюджетных учреждений из 50, которым показалось, что в ходе совещания 12 августа и в ходе личных встреч я им дала указание заключать договоры на техническое обслуживание совомедтехника. Все главные врачи областных бюджетных учреждений здравоохранения, кроме Ратмановой, кстати, активно ратовавшей ЗАО «Медицинские приборы» как раз, заявили, что никакого вреда их правам и законным интересам моими действиями причинено не было. Тогда за что меня судить за субъективное мнение одного человека из 50? Дело давно называют неоднозначным. Никакой личной выгоды Светлана Романчук по утверждению защиты не преследовала. Выступала по поручению губернатора Конькова, желая тем самым сохранить репутацию отличного специалиста и исполнительного чиновника. А это не преследуется законом. Или стремление добиться качественной работы медицинского оборудования, предназначенного для бесплатного обследования и лечения жителей Ивановской области, а значит сохранить жизнь и здоровье тысячам людей, это преступление. Меня можно было бы заподозрить в корыстном интересе и преступном умысле, если бы я предложила главным врачам работать с частными ООО МСМСИС или, например, ООО «Медицинские приборы», но никак не соомить техника, прибыль от работы которой поступает в бюджет Ивановской области. Тем более нельзя ставить человеку вину желание обеспечить к себе расположение вышестоящего руководства. С такой логикой надо привлечь к уголовной ответственности всех наемных работников в нашей стране. Оглашение приговора суд утвердил на 27 декабря. В 10 утра решится вопрос, признают Романчук невиновный или назначат наказание. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.